Друзья, привет! Вы на канале Супер Ответ. Сегодня приготовим очень вкусную рассыпчатую перловую кашу. Она прекрасно подходит как для гарнира, так и для молочных каш. Начинаем готовить. Беру одну кружку перловки. Эта кружка у меня 300 мл. Высыпаю в кастрюлю одну кружку перловки. Далее ее нужно промыть. Параллельно с этим ставим примерно 1,5 литра горячей воды. Так, а пока промываем перловку. Нужно промыть 2-3 раза. Сливаем эту воду. Отлично! Промыл перловку 2 раза. Она чистая. И теперь нужно ее ошпарить горячей водой из чайника. Примерно 1,5 литра. И теперь убираем перловку на огонь. Итак, перловка закипает. Сразу можно убавить огонь. И нужно, чтобы она поварилась на таком хорошем огне примерно 5-7 минут. Я буду варить 7 минут. Все. Обвариваем перловку 7 минут. Вот так у нас кипит перловая каша. Хочу сказать, что есть несколько способов обварки или обжарки перловки. Первый способ. Можно ее в духовке при температуре 180 градусов запечь примерно 15-20 минут. Или оставить на одну ночь в воде. Но вот этот способ мне больше всего нравится, потому что он простой и быстрый. И перловка получается всегда рассыпчатая. Осталось еще 3 минуты. Готово. Сейчас нужно слить эту воду и откинуть перловку на дуршлаг. Далее мы еще раз добавим воды. Я слил воду и сейчас пропускаю перловку через дуршлаг. Нужно сделать так, чтобы вся жидкость ушла из перловки. Далее вернем перловку в кастрюлю. Возвращаем перловку в кастрюлю. И сейчас нужно добавить 2 кружки кипятка. Тот же объем, сколько было перловки. Итак, у меня скипел чайник. И я добавляю 2 части воды. Тот же объем, сколько было крупы. Готово. И теперь вновь убираем на плиту. Сразу же можно подсолить. Так, на такой объем примерно 0,7-0,8 соли. Итак, перловка закипела. Убавляем огонь на средний. Перловая каша варится на среднем огне под крышкой примерно 25-30 минут в зависимости от сорта крупы. Я буду варить примерно 30 минут. И если воды будет недостаточно, то можно чуть-чуть подлить воды во время варки. Итак, каша поварилась 30 минут под крышкой. И сейчас нужно добавить сливочное масло. Примерно 120-130 грамм масла. Смотрим, да, вода уже выкипала. Далее выключаем плиту. Перемешиваем кашу с маслом. И оставляем кашу на остывающей плите еще минут на 5-10, чтобы каша постояла с маслом. Тогда она получится очень вкусная. Друзья, вот такая вкусная рассыпчатая каша у нас получилась. Эта каша подойдет как для гарнира, так и для каши. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч.